Здравствуйте, я Татьяна Шашкова. Хочу предоставить вам свидетельство брата Сергея. Здравствуйте, хочу рассказать вам о любви Божьей ко мне в моей жизни. В 2013 году в сентябре я ехал домой и разбился на машине. Когда приехала патрульная машина ГИБДД, они думали, что там вообще труп. Машину сложил пополам, она была разорвана, поломана, на две части соединена, как пивную банку ломают. И они думают, что там в живых никого нету. Но там не только был живой я, но еще даже в сознании не потерял. Привезли меня в больницу. В больнице врачи сказали, что до утра не доживет. Но я выжил. Через несколько дней врач сказал, что я в рубашке родился. Я узнал, что я не в рубашке, меня Господь хранил. Ну, потом начали они теории такие, говорить, что ну может лет через пять из него что-то получится. У меня были переломанная левая сторона, разорванные внутренние органы были, легкие разорванные. Поломан позвоночник был у основания креста, перелом был и таз был разломан весь. У меня в машине сдавило, и от этого давления у меня всего были все эти переломы. Ребра были, и все, что внутри там было, все это костями разорвало. Ну, они все ждали. Подписал документы на операцию, когда в реанимации пришел в себя. Но операцию не стали делать, потому что все равно не выживет. И бросили меня так умирать, как обычно все свои процедуры они сделали. Но время шло, но я не умирал. И так как они мне положили даже никаких там ни кастетов, ни железом, ничего не сшивали, не скручивали меня. И врач так ходил и говорил, что ну, если встанешь, то мы тебя выпишем. Ну, так муж говорил, он понимал, что не встану. Через полтора месяца я встал уже на костыле. Мне принесли гантели, принесли... Но ты верующий был? Да, я верующий, я веровал, я исповедовал веру. То есть ты провозглашал, что ранами Иисуса ты исцелен? Да, ранами Иисуса Христа я не унывал. Я не унывал, через полтора месяца я встал. Я встал на костыли и они выписали меня домой. Домой ложись, то есть будешь там играть или еще что-то, но все равно с тобой что время занимать койку. И через где-то месяца три, даже четыре месяца, четыре прошло, я встал на ноги. Я встал на ноги, церковь молилась, Господь говорил, что я скоро встану. И я встал. Через четыре месяца я уже бегал, прыгал. Слава Господу. Еще людям приходил, доказывал. До сих пор многие подходят сейчас и спрашивают, ну тебе правда ничего не болит? Уже три года прошло уже после этого всего. У меня ничего не болит, ничего не хрустит, ничего не шевелится. Я славлю Господу. И многим даже рассказываю об этом. О славе Божии. Да, совершил это чудо великое в моей жизни. Один случай даже, вот это свидетельство помогло одной женщине. Она собиралась ехать в Израиль, исцеляться. И когда я ей рассказывал, она даже никуда не поехала. Я просто не знаю, что там с ней, как там дальше произошло. Но вот это свидетельство ее вдохновило, что она не поехала никуда и здесь осталась, пошла в церковь. Слава Богу. Аминь. Аминь. Вся слава Господу Иисусу. Аминь.